Встреча, на которой нет свободных мест. Говорили о последних значимых достижениях нашей страны. Среди них спутник ВИ, арктическая программа, Крымский мост, авиастроение. Белгородский преподаватель физики, победитель всероссийского конкурса «Учитель года» Михаил Ладных рассказал и об успехах региона в разных отраслях. Особенно мы можем гордиться своим образованием. Белгородская область в прошлом году стала лучшей областью России по качеству образования. Мы позапрошлом году были в десятке, в прошлом году мы стали лучшими. У нас замечательнейшее образование и основой этого образования, конечно же, учителя, в том числе и вы. Студенты охотно расспрашивали гостя о школьной жизни. Как построить урок так, чтобы детям было интересно? Как взаимодействовать с родителями? Какой он хороший учитель? Я, идя в школу, думал, что моя главная задача научить детей физики. Сейчас, спустя 10 лет, я понимаю, что моя главная задача вырастить человека. Он может не знать физику, но он должен быть человеком с большой буквы. Если ребенок после урока выйдет, не зная определения, но с улыбкой и со словами, какой был сегодня замечательный день, я счастлив, мама, или я счастлив, папа, что я сегодня сходил в школу, то вот это главное. Встреча получилась по-семейному доверительной. Михаил Ладных рассказал о возможностях для молодых педагогов. Госпрограмме «Земский учитель». Коснулся плюсов проектной и олимпиадной деятельности. Словом, студенты получили мотивационный импульс для развития. Сегодняшняя встреча мне очень понравилась. Я узнал много нового о профессиональных конкурсах, о различных, о работе в школе, о работе в лагерях. Теперь есть мотивация участвовать в каких-то конкурсах, потому что это большой карьерный прирост и прирост в своих личных знаниях. У меня тоже были какие-то сомнения быть именно учителем в школе или дальше пойти куда-то, ну, в высшее образование действительно стать каким-то научным сотрудником и так далее. И вот после именно этой встречи я поняла, что все-таки вот в школе именно вот этот вот какой-то такой детский даже больше запал, вот такая вот какая-то игривость, она гораздо дороже, чем вот эта вот монотонная действительно научная работа. Встреча еще раз доказала, только собственный пример преподавателя с большой буквы, его отношение к работе может по-настоящему вдохновить и вызвать у ребят интерес к этой непростой профессии. Подобные лекции проходят во всех субъектах. Всего в рамках акции «Достижения России» запланировано полторы тысячи таких бесед о традициях, культуре, экономике и вкладе каждого региона в развитие страны. Оксана Черных, Глеб Лыгарев. Такой день на мире Белогорья.